В этом году Организационный комитет форума Майнекс Россия предлагает вашему вниманию два нового введения. Первый из них – это визуальное сопровождение от команды scriber.biz. Их работу вы сможете периодически наблюдать на одном из экранов в нашем зале. Скрайбинг – это иллюстрация выступлений спикеров в режиме реального времени. И всех наших спикеров каждой из сессий ждет сюрприз от скрайберов во время ланча и также во время вечернего фуршета. Второе нововведение – это блиц-опрос или голосование, которое мы будем проводить перед началом каждой из сессий. Я думаю, что к настоящему моменту большая часть участников уже перешли по ссылке, и вы попадаете на страничку голосования. Вашему вниманию представлен вопрос, какой фактор наиболее важен для стимулирования роста горнорудной отрасли Российской Федерации. И у нас ровно минута для голосования. Голосование начинается. Пожалуйста. Результаты голосования представлены на экране. Активнее голосуем, пожалуйста. Так, видим ваши голоса. Пожалуйста, голосуем, продолжаем. Мои коллеги из МИЮ подскажут, когда у нас голосование завершилось. Мы увидим это на экране. Голосование завершилось. Благодарим вас. Итак, мы начинаем первую пленарную сессию. Источники развития и роста в горнорудной отрасли России. Модератор Луна Умовский, вице-президент, глава и генеральный директор представительства. Корпорация Кинрос Голд. Луна, хотели бы вы прокомментировать каким-то образом. Мне лично радует, что отмена санкций не сыграла более важную роль в этом опроснике. Люди готовы, мне кажется, взять на себя ответственность. И ставили ставку больше на инвестиции в проекты. И мы собрались сегодня ради того, чтобы подняли объем инвестиций в Россию. И мы все, полагаю, готовы к этому. Спасибо большое, Наталья. Спасибо всем коллегам, которым удалось побывать с нами сегодня. Наша первая сессия для нас подготовит такой глобальный обзор рынка золота, механизмы, которые пользуются для обеспечения рентабельности инвестиций в этом металле. И завершится с выступлением Бориса Яценко, партнер и глава группы металл и горнодобычи в России и в CIS-EY. Чуть-чуть я решил изменить порядок. И хотел бы сейчас перейду на английский. Первым оратором будет Джон Маллиган, который является главой Мирового Совета по Золоту. И наша компания является членом этого совета. Мы производим на глобальном уровне. И я бы хотел отметить, чтобы больше членов из России участвовали в этом. Вопросы уже представлены основные драйверы. Пожалуйста, Джон, вам слово. Благодарю вас. Доброе утро, дамы и господа, гости. Я хотел бы поговорить организаторам за эту возможность выступить. Я вновь вернулся. Извините, что я буду говорить по-английски. И я откажусь от введения рассказа нашей компании. Я хотел бы потратить 20 минут, как уже сказал, для того, чтобы отметить ключевые драйверы с точки зрения долгосрочных перспектив. И что, так сказать, подталкивает рынок настощили. Что создает спрос на продукцию. Быстрое напоминание о ценах на золото. Я улыбаюсь, поскольку вы заметили, что вчера произошла значительная цена. И тем не менее, цена в этом году на 20% больше. Но мы говорим о среднесрочном движении цены. Если учитывать о каких-то конкретных источниках спроса. И давайте вернемся. Посмотрим на широкую картину. Мы описываем современный рынок как историю диверсификации и роста. Это, в общем-то, картина диверсификации. Как действует само золото в качестве того, что двигает на шире. Вы знаете, что Китай в прошлом году спрос составлял 29%. В Индии практически 2 трети. И все-таки Северная и Южная Америка маленькое потребление. Но такая картина сейчас не такая в 2016 году. Но я вернусь к этому. Китай и Индия оказывают значительное влияние на все наши рынки. И я посвящу внимание этим рынкам. Мы говорим о диверсифицированном рынке. Мы посмотрим на долгосрочную картину. И эта таблица показывает, почему, если мы посмотрим общий спрос на золото, скажем, в 80-е годы, в 2040 тонн. А в прошлом году 4200 тонн. Спрос инвесторов достиг 1100 тонн. То есть рынок значительно изменился. Он растет. И это сказывается на ключевых рынках. Я более подробно на этом остановлюсь. Здесь перечислено. Я не буду читать. Но здесь перечисляются основные причины. Я не буду остановиться на всех них. Но прежде всего о Китае и Индии. Китай. Я уже сказал, что трудно переоценить значение роста на рынке золота. Это первый потребитель и производитель. И хотя золото очень глубоко находится, так сказать, в культуре и психологии китайцев. И все-таки рынок этот сравнительно молодой. Частная собственность полностью была легализована в 2004. И это сказалось на соответствующих рынках. В общем, это молодой рынок. И мы очень уверены в соответствующих возможностях для роста. В дополнение к традиционному спросу и стремлению к золоту. Рынок смог развиваться, поскольку рынок был поддержан государством. Китай практически уникальная страна. В большинстве стран спрос, предложение очень длинное. Но в Китае не так. С помощью поддержки со стороны государства, центральный бар, соответствующая биржа в Шанхае поддерживает это. Все эти единицы сотрудничали, координировали свои усилия и добились создания эффективного рынка. Довольно-таки за короткий период. Из 200-300 тонн, скажем, десятилетий назад, а сейчас 900 тонн рынок. И другой ключевой фактор – рост доходов на душу населения. Если мы посмотрим темпы роста за последние три десятилетия, Китай значительно обогнал развитые страны. А как раз этот доход на душу населения является ключевым. Китайцы сберегают золото. И даже небольшие объемы золота. Но имеются значительные возможности рост. Я уже сказал об этом. Очень важно. Они могут легко получить доступ к рынку золота. Имеется соответствующая, очень эффективная система распределения. И мы имеем в виду, что значительные тысячи тонн могут менять руки. 2016 год не был очень-то легким годом для Китая. И кроме золотого рынка имеется соответствующий спрос. Имеется соответствующая неуверенность. И биржи. Затем падение валюты и так далее. Это все подорвал доверие потребителей. И соответствующие закупки золота, они оказались под влиянием этих. Вы видите на этой таблице, эти уровни сейчас ниже, чем последние годы. И тем не менее, если вы посмотрите долгосрочную картину, демографическую картину, движению и развитию при сравнительно небольшом уровне доходов на душу населения, имеется значительные возможности для роста. Индия в то время, как Китай недавно появилась на рынке, но Индия исторически является самым большим глобальным рынком. Большим рынком. Но рынок этот очень фрагментированный, неэффективный. Конечно, в культуре это глубоко содержится. Тем не менее, этот рынок неэффективен. Поэтому волатильность его высока. Он очень быстро влияет на колебания в ценах. И иногда даже вмешательство не приводит к самым хорошим результатам. В то же время говорится о том, что изменения в политике правительства не всегда называются благоприятными. Но, тем не менее, правительство очень серьезно к этому относится к разработке соответствующей политики. Предпринимаются соответствующие шаги для того, чтобы модернизировать промышленность и для того, чтобы двигаться в правильном направлении. В 2016 год также оказался сложным для рынка золота Индии. В Китае увидели, что очень высокие цены в рубиях и потребители в Индии и оказались под влиянием волатильности, колебания цен. И были соответствующие забастовки на производстве. Однако мы уверены в том, что вторая половина года окажется довольно-таки сильной. И в не меньшей степени в связи с тем, что хороший период мансонов. И, кроме того, увеличиваются соответствующие возможности для закупок и даже сельским населением. Что касается спроса потребителей в Индии в этом году, что привело к росту на 20% цен на золото? Прежде всего, повысился спрос на инвестиции. Я не буду останавливаться на подробностях. Но это ключевые элементы, которые показывают, почему происходят такие инвестиции. И я остановлюсь на очень важных двух элементах. Очень важно отметить институты, которые занимались последние годы этими делами. И соответствующий рынок был долгое время, так сказать, плоским до 2008-2009 года. И затем многие обратились к золоту в качестве спасительного средства для спасения своих средств. Мы говорим о Китае и Индии в качестве ключевых стран. Но физически рынок в большой степени зависит от Европы. Это как раз рынок в Европе. Я включаю и Швейцарию. Сюда спрос был ниже. Нет спроса, было наоборот продажи. Вы видели, что новое поколение вдруг открыли для себя золото. И в Германии особенно. Вы можете обратиться в банки и сразу же закупить золото. Это означало, что раньше был, скажем, мертвый, нейтральный рынок. И сейчас как-то сразу за 2-3 недели открывается рынок. И мы изучаем, что касается спроса на рынок, на золото, даже на рынке России. Возможно, если изменится соответствующий регулирование, то будет более активный рынок и в России. И таким образом я упомянул инвестиции на 2016 год. Но мы говорим об институциональных инвесторах. Профессионалы, институционные инвесторы вдруг отметили, что мир очень быстро восстановится в экономическом смысле. Были риски и сразу стали думать о долгосрочных перспективах. Обратились, конечно же, к рынку золота. Спрос ETF в отношении первого части города. 650. И это движется переоценкой глобальных рисков. Каковы эти риски? Их много. В Англии и ЕС в связи с Бриском появились новый вопрос. Появились, но в то же время, портфельные менеджеры и разрыв, спред между негативными ставками значительно. Появился класс владельцев средств, которые больше не хотят зависеть от золота. И в то же время, пенсионные фонды рассматривают свои 13 триллионов соответствующих запасов средств, которые должны двигаться. И вся инвестиционная структура с запада подрывается в результате такого движения. Я отмечу, что в последние два года, в 2015 году, отмечалось такое опасное движение. Любые западные рынки капитала рассматриваются именно с этой точки зрения, но мы думаем о долгосрочной перспективе движения рынков. И инвестиционные инвесторы и другие, в последние 5-6 лет, по-другому относятся к тому, что думает публика в России и Китае. И Китай заметно стремленно диверсифицируется, имеется соответствующие возможности. И я думаю, что Китай и Россия отмечают значительные закупки центральными банками золота в качестве обеспечения. Я не буду останавливаться на всех этих вещах, но тем не менее следует учитывать, что когда мы говорим о ежегодных поставках и сбалансированности рынка, не только в новой появившейся шахт золоте, мы говорим, что даже это появление сказывается на волатильности рынка, появляется новый спрос, новые шоки на рынке. И за последние 7-8-10 лет мы видим значительное повышение рост производства золота в 30%. С точки зрения производства в тонах вклад России был значительный, примерно 40% с 2007 года. Однако темпы роста трудно будет сохранить. Мы думаем, что добыча золота в шахтный способ достигнет соответствующего плато. Причиной этого, я полагаю, является первое. Эта отрасль добычи золота приспособилась к изменениям, сократила издержки, и это явилось. Ключевым фактором с 2013 до 2016 года в среднем на 26% издержки упали. Но как далее все это будет происходить? Можно будет ли сохранить эти издержки, для того, чтобы сохранить этот же уровень расходов? И мы посмотрим дальнейшее снижение расходов. Одна из причин, как было показано на этой таблице, я не буду остановиться очень подробно, но золота для новой лентки сложно найти. Очень много, мало новых открытий, участков. И соответствующая разведка не всегда приводит к новым обнаружениям зоны 2 минуты и быстро. Для того, чтобы сказать, что происходит постепенное снижение качества добычи. Ну, картина кажется довольно-таки печальной, но 2016 год, начался как в часа года, так сказать, восстановления. Появилась соответствующая активность, и инвесторы вернулись к золоту. И это таблица как раз и показывает. Когда вы возвращаетесь, как работают шахты по золоту. Они не очень-то хорошо работали в качестве ключевого фактора. В этом году все резко возросло в лучшем смысле. И, соответственно, был скачок и даже на бирже. То есть, инвесторы все больше в долгосрочном плане рассматривают рынок золота в качестве важного для себя. Благодарю вас. И, пожалуйста, вы можете обращаться ко мне в любое время. Благодарю вас, Джон. Я уже ранее сказал, мы несколько изменили порядок. Елена Патимова, пожалуйста, расскажите нам относительно стратегии, которая имеется для производителей золота и шахтеров, которые значительно изменили свою тактику последнего золота и шахтеров. Аудитория оценит это. Представляю Лондонскую биржу металлов и отвечаю там в основном за инвесторов. Инвестиционный поток на Лондонскую биржу металлов. В первую очередь хотела бы поговорить с вами немного об истории биржи. История биржи датируется 1571 годом, когда ряд трейдеров собирались в Королевской бирже и осуществляли торговые операции на фитическом рынке. Конечно же, многое изменилось с того времени. И официально они открыли Лондонскую биржу металлов в 1877 году, когда они стали торговать трехмесячным контрактом по меди и олову. То есть эти только два контракта были представлены на тот момент. Почему трехмесячный контракт? Многие у нас спрашивают, почему трехмесячный контракт стал у нас лидирующим контрактом на бирже. Дело в том, что в то время процесс транспортировки меди из Чили в Лондон занимал как раз три месяца. И торговцы металлом хотели захеджировать риск прибытия металла из Чили вплоть до одного дня. Поэтому трехмесячный контракт стал ежедневным контрактом исполнения на бирже. И хотя на сегодняшний день, конечно же, сроки транспортировки значительно уменьшились, все равно все на бирже используют трехмесячный контракт и различные спреды, ассоциируемые с этим контрактом. Если вы хотите, я хотела вам показать видео, как происходят торги на бирже, но можете зайти на YouTube, набрать Лондонская биржа металлов, и вы увидите, что до сих пор у нас существует торговая платформа, где трейдеры собираются в кругу и на ежедневной основе в 12.30 и в 4.30 проводят 200 торговые сессий, на которых устанавливают мировые цены на товар. Соответственно, это и являлось основной целью основания биржи, это установление фиксированной цены, ежедневной цены на производственные металлы. Кроме этого, конечно же, трейдеры хотели установить фиксированное время торгов, то есть торговые сессии и стандартизированные спецификации контракта, то есть если контракт все-таки идет в поставку, то трейдеры на физическом рынке должны знать непосредственно спецификации того олова, или золота, или серебра, которые они будут получать в этом процессе. Наверное, из всех функций биржи более актуальной для российского рынка является первая функция – это ежедневное установление цены на товар. В результате того, что на бирже представлены интересы различных мировых участников рынка, соответственно, мы формируем конъюнктуру рынка, и вы можете оценить цену на товар или металл по окончанию торгов. Вторая основная функция биржи – это хеджирование. История хеджирования началась 130 лет назад, когда биржа была основана, и, соответственно, многие европейские страны используют хеджирование на сегодняшний день. Ну и третья функция биржи – это гарантия поставки товара. То есть за счет того, что биржа имеет 680 складов по всему миру, на которые производится поставка окончательного металла, мы определяем цену на эти металлы по всему рынку. Хотелось бы сказать, что из всех торгов только 1% все-таки идет в поставку. То есть биржа является хеджинговым инструментом, более чем каким-то поставочным механизмом. Очень часто мы получаем звонки от различных участников рынка, спрашивающих, можно ли поставить медь, можно ли получить медь с наших складов. Нельзя ни поставить, ни получить медь, если у вас нет фьючерсного контракта, который ассоциируется с данной операцией. Наряду с выполнением основных функций биржи, конечно же, биржа выполняет ряд других функций. Игра на разнице цен – это то, что называется спекулятивные операции. Помимо этого, инвестирование капитала в товар, то есть инвестиционные фонды и пенсионные фонды достаточно активно участвуют в торгах на бирже, таким самым инвестируя капитал непосредственно в товар, а не в акции компании. Арбитражные операции также используются спекулянтами, но и активно используются как части хеджинговых стратегий. И финансирование. Финансирование возможно за счет системы варантов, которая существует на бирже. В этом случае владелец варанта продает варант, но не продает металл, который ассоциируется с этим варантом. Когда он продает варант банку, он получает финансирование, которое используется для различных нужд в этом процессе. Давайте поговорим немножко об участниках биржи. То есть в верхней части слайда вы видите так называемых хеджеров, мы их называем хеджерс. В нижней части слайда те, кто часто называются спекулянтами. Обе части очень важны для биржи и не без одной из них мы не сможем существовать. Соответственно, хеджеры, они пытаются компенсировать свой риск на повышение или понижение цены на металл, в то время как спекулянты предлагают ликвидность для хеджеров, для того, чтобы осуществить эти операции. Ну и, как я уже сказала, в 1087 году у нас было два контракта, представленные на бирже, соответственно, прошло много лет с того времени. И на сегодняшний день у нас шесть основных производственных металлов представлены, два minor metals, и в следующем году мы запускаем фьючерсные контракты на золото и серебро. Об этом я и хотела бы поговорить более активно сегодня, так как контракты эти будут представлены на бирже только в следующем году. Мы заключили joint venture или совместное предприятие с World Gold Council и пятью банками, которые представлены на слайде, и одной трейдинговой компанией. Фьючерсные контракты на драгоценные металлы. Почему лондонская биржа металлов считает, что она будет правильной платформой для того, чтобы запустить эти инструменты? Ну, во-первых, как я уже сказала, мы являемся центром мировой торговли по базисным или производным металлам. Объемы торгов составляют 3 миллиарда тонн металла в день. Кроме того, структура рынка драгоценных металлов очень схожа со структурой рынка основных металлов. Не только в плане OTC, то есть то, что торговля, которая происходит не на бирже, но и в плане регуляторных изменений, которые планируются в следующие три года в Европе, в основном в Европе. Помимо этого, мы рассматриваем отдельную сегрегированную стратегию развития рынка драгоценных металлов. Ну и, конечно же, будем предлагать улучшение торговых условий для всех участников рынка. Лондонская биржа металлов была куплена гонконгской биржей, которая, естественно, предлагает нам очень активную стратегическую поддержку и финансирование, в частности, в проекте по драгоценным металлам. Давайте поговорим немного об особенностях фьючерсов на драгоценные металлы, на золото и серебро. Во-первых, это будет гибкая кривая поставок или дат экспирации. То есть у нас будут ежедневные фьючерсы от T1 до T25. Затем будут ежемесячные фьючерсы с экспирацией в третью среду месяца в течение двух лет и квартальные фьючерсы до пяти лет. Кривая будет до пяти лет. То есть хеджирование может производиться со сроком до пяти лет. Далее будет представлена возможность торговли спредами. Не только TomNext, это спред, который может торговаться только на лондонской бирже металлов. Ни на какой другой бирже вы не найдете такой спред. Он очень важен для инвестиционного менеджмента капитала. Помимо этого, вы можете торговать все спреды между различными датами экспирации. Ликвидность будет представлена с первого дня торгов за счет того, что банки, которые являются спонсорами этого проекта, будут маркет-мейкерами на рынке золота и серебра с первого дня. Поставка будет осуществляться в обезличенные металлические счета по системе Local London, что соответствует сегодняшнему рынку драгоценных металлов OTC. Все контракты будут клириться, и за счет того, что они будут проходить через клиринговую палату LME Clear, будет предлагаться оптимизация капитальных ресурсов. То есть хеджирование или инвестирование в контракты, которые проходят через клиринговую палату, всегда намного дешевле, чем через OTC. Ну и последнее – это гибкие условия заключения сделок. То есть контракты будут приставлены к торговле на электронной платформе LME Select, и помимо этого торги будут через брокеров по телефону, если вы не хотите торговать на LME Select. Давайте поговорим немного об спецификации контракта. То есть, как я уже сказала, размер контракта будет 100 тройских унций по золоту, 5000 тройских унций по серебру, афинированное золото или серебро в слитках, соответственно, поставка Local London. Это будут обезличенные металлические счета, и, как я уже сказала, гибкая кривая поставок, то есть ежедневные, ежемесячные и квартальные поставки. Что мы планируем на будущее? Мы будем запускать опционы на эти же контракты, и мы планируем запуск фьючерсов на Платину и Палладий в конце 2017 года. Доступ к торгам. Как я уже говорила, электронная платформа LME Select, где вы торгуете анонимно, то есть вы не знаете, кто ваш с другой стороны торгов, либо торговля через брокеров по телефону, может быть анонимно, не анонимно, разные варианты. Оба варианта торгов проходят через LME Smart, это наша посттрейдинговая система, и затем идут в LME Clear. Что дает вам LME Clear? Это защищенность, риск, то есть если ваш контрагент не выполняет свои обязательства, LME Clear вступает в силу и выполняет обязательства вместо вашего контрагента. Елена, три минуты. Окей. Хеджирование. Я не буду заострять внимание на хеджировании, поскольку мне уже сказали, что здесь было три больших семинара по хеджированию. В общем, хеджирование – это установление позиций на рынке товарных фьючерсов, которая равна или противоположна риску на физическом рынке. Грубо говоря, это страховка, страховочный инструмент от падения или повышения цены. Хеджирование активно используется участниками рынка на LME на сегодняшний день. Мы предполагаем, что в рынке золота и серебра оно будет также активно использоваться. На графике показано, что если у вас длинная позиция по металлу или фьючерсу с ростом цены, то у вас будет прибыль. Короткая позиция по металлу или фьючерсу с падением цены, опять же, будет прибыль. И противоположно в двух других квадратах. Два типа хеджирования на рынке. То есть, некоторые компании делают транзакциональное хеджирование только, некоторые компании – стратегическое хеджирование. При транзакционном хеджировании вы хеджируете риск от получения металла до поставки металла вашему покупателю. То есть, вы хеджируете только quotation period. Это более дешевая система хеджирования. И стратегическое хеджирование, когда вы все-таки используете оппортунистическую возможность зафиксировать высокие или низкие цены в зависимости от того, на какой стороне рынка вы находитесь на сегодняшний день. В любом случае, хеджирование является инструментом, помогающим руководству компании зафиксировать свою маржу на сегодняшний день. Существует две школы хеджирования. Некоторые компании, которые добывают золото, серебро и другие металлы, не хеджируют совсем, поскольку совет директоров считает, что инвесторы в эту компанию хотят все-таки иметь вот это взаимоотношение с движением цены. Но с нашей точки зрения, с точки зрения биржи, 65% инвесторов, с которыми мы общаемся, не инвестируют в компании, у которых нет активной хеджинговой стратегии. Но основные стратегии – это фьючерсные стратегии, то есть они вам предлагают основной хедж, когда у вас нет никакой прибыли. То есть вся прибыль, которую вы получили по одной стороне, по физическому металлу, полностью поглощается убытками по фьючерсу и наоборот. Более активные стратегии, которые используются на рынке – это опционные стратегии. В случае использования опционов вы можете зафиксировать риски падения или повышения цены, при этом не ограничивая свою прибыль, если цена движется в ту сторону, в которую вам нужно. Опционные стратегии очень активно используются участниками рынка, производителями и потребителями по всему рынку. И мы активно предлагаем взаимоотношения с различными брокерами, которые строят эти стратегии для вас. Я так думаю, что на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Елена. И последний докладчик нашей сессии, Борис Яценко, нам расскажет, как улучшить инвестиционный климат в сфере добычи природных ресурсов. Борис. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой сегодняшний доклад будет посвящен совершенствованию инвестиционного климата в сфере добычи природных ресурсов. Начну я с такого небольшого макроэкономического обзора. В последнее время, последние годы мы с вами наблюдаем снижение темпов мирового ВВП. И, в частности, очень важный фактор, который влияет на компании горнородного сектора, на цены на сырье, это фактор снижения влового внутреннего продукта Китая. Здесь вот на том слайде, который представлен, видна вот эта вот динамика, понижающая, и все это приводит к тому, что снижение темпов роста в мировой экономике приводит к сокращению спроса на сырьевые товары. И вот этот излишек предложения на рынке коммодитис, он являлся существенным фактором падения цен в 2014-2015 году. Кроме того, в последние 3-4 года мы с вами наблюдали укрепление доллара по отношению к другим валютам. Вот на слайде, который здесь представлен, видно, что с 2012 года по текущий момент доллар по отношению к другим валютам укрепился на 21%. При этом мы с вами наблюдали девальвацию валют добывающих стран России, Южной Африки, Австралии, Канады. Вот здесь, в частности, видно, что российский рубль у нас девальвировался более чем в два раза. Вот. И вот это вот укрепление валюты, опять-таки, укрепление доллара является одним из факторов падения цен на золото и другие металлы, ввиду того, что издержки, номинированные в долларах, они в добывающих странах фактически снижаются. В 2016 году, вот сейчас мы, в принципе, с вами наблюдаем, что цены на уголь и цветные металлы выросли. Дно мы с вами прошли, дно было в конце 2015-го, начало 2016-го года. Но, тем не менее, вот как видно из вот этого слайда, мы с вами не дошли до уровня цен, который у нас был в 2012 году. Факторы роста цен в 2016-м году, они для разных коммодий, те разные. Вот Джон уже говорил про золото. Здесь, наверное, основной фактор роста был связан с нестабильностью на финансовых рынках. Это Brexit, это неопределенность, связанная с ключевой ставкой Федеральной резервной системы США. По укоксующемуся углю, основные факторы были закрытие неретабельных добывающих предприятий, ливни в Австралии, ну и по другим коммодитис, там ряд других факторов. Если мы с вами посмотрим на рынки коммодитис и ценовые перспективы, то в целом мы видим, что в целом картина на данный момент выглядит довольно оптимистичной. То есть по золоту уровень цен в 1300 долларов за унцию, он будет наблюдаться даже выше на ближайшую перспективу. Сразу скажу, те прогнозы, которые здесь есть, это прогнозы Bloomberg, но в целом консенсус прогноза, они похожи на то, что здесь есть на слайде. В общем, позитивная картина по железной руде, по меди, цинку и по другим цветаменталлам. Хотел обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что долларовые цены на многие коммодитис, они последние несколько лет падали, если не брать вот этот вот участок 2016 года, но в рублях из-за эффекта девальвации, рублевые цены на коммодитис, они выросли. То есть если мы с вами посмотрим на сравнение с 2012 годом, сейчас цены выросли по практически всем коммодитис, кроме железной руды. И, конечно, вот этот вот фактор, он благоприятно сказался на российских гранатных компаниях. К чему это привело? Это привело к тому, что рентабельность российских гранатных компаний, она выросла. Вот здесь есть диаграмма рентабельности компаний по EBITDA. И на фоне крупных и зарубежных компаний, наши компании выглядят очень хорошо. То есть рентабельность российских компаний, она выше и по углю, и по железной руде, и по золоту. В частности, здесь вот интересный слайд. Видно, что, в частности, по золоту, вот то исследование, которое мы делали, Союзом золотопромышленников России, видно, что российские компании являются лидерами по издержкам по золоту. Но, тем не менее, несмотря на вот этот вот позитив, к сожалению, что мы наблюдаем с точки зрения оценки стоимости российских компаний? Мы видим, что, к сожалению, российские компании по сравнению с зарубежными аналогами недооценены. То есть, если мы с вами рассматриваем такие метрики-мультипликаторы, как Enterprise Value к выручке, Enterprise Value к EBITDA, к резервам, мы видим, что практически по всем commodities российские компании имеют более низкие мультипликаторы. Вот. Ну, здесь причина этого – это инвестиционный климат, это традиционная проблема, о которых мы говорим, это неразвитые инфраструктуры, это, в общем, недостаточная проработка законодательных вопросов и так далее. Ну, вот здесь слайд, здесь видно инвестиции в разведку месторождений, сравнение России с другими странами. Здесь, опять же, видно, что России, в общем, есть куда расти. Несколько слов о инвестиционной привлекательности России, как именно майнинговой юрисдикции. Институт Фрейзера регулярно дает отчеты, и Россия, несмотря на большой прогресс, который мы достигли, мы были еще три года назад, мы были вот в этом рейтинге на 80-х местах, и это, конечно, большая заслуга и Министерства природных ресурсов, и Роснедр, но, тем не менее, вот сейчас мы на 47-м месте, и, опять-таки, есть куда расти. Есть Канада, есть регионы Австралии, и нам, конечно, надо к ним стремиться. Здесь вот на следующем слайде видно, что вот этот вот индекс майнинговой привлекательности, он состоит из двух факторов. Это, собственно говоря, качество, собственно, месторождения, минеральной сырьевой базы, да, и это, там, законодательство, да, политики, инвестиционная, собственно, сама инвестиционная привлекательность, да. И здесь мы видим, что, несмотря на то, что качество ресурсов России достаточно хорошее, мы здесь на 17-м месте, но вот именно по регулированию мы отстаем, к сожалению, от вот развитых майнинговых юрисдикций. И здесь вот в этом направлении надо продолжать работать. Вклад при условии, что будет улучшаться совершенство незаконодательства, улучшаться инвестиционный климат, вклад горнобывающей отрасли России в экономику, он может существенно вырасти. В последние годы была проделана большая работа по улучшению инвестиционной привлекательности, по совершенствованию незаконодательной базы. Россия сильно выросла в рейтинге «Дуин бизнес». Мы поднялись с 124-го места на 51-е за последние 5 лет. Был создан консультативный совет по иностранным инвестициям. Были созданы институты, фонд развития Дальнего Востока, территория опережающего развития. Недавно был форум на Дальнем Востоке, много говорили о ТОРах, о свободный порт Владивосток. Миндальвосток развития и Минэкономразвитие сейчас предоставляют субсидии для развития инфраструктуры. Компании, в том числе и майнинговых компаний на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. Было улучшено регулирование законодательства о недрах. В частности, был введен заявительный принцип в отношении участков с ресурсами категории P3, возможность снесения изменений в лицензии при обнаружении попутных полезных ископаемых и целый ряд мер. Но необходимы, как мы видим, необходимы дополнительные меры, необходимое упрощение доступа инвесторов к месторождениям, снижение административных барьеров, развитие рынков капитала. Это в конечном итоге приведет и к росту инвестиций, к пополнению минеральной сырьевой базы, к росту уровня добычи и вклада отрасли в экономику. Буквально месяц назад на Дальневосточном форуме наша компания была интеллектуальным спонсором дискуссий, связанной с улучшением инвестиционной привлекательности и совершенствованием о недрах. И вот по итогам вот этой дискуссии, по итогам такого экспресс-опроса компании горнодобывающей отрасли, мы собрали такие вот пожелания со стороны горнородных компаний, пожелания в отношении изменения законодательства и в отношении каких-то мер стимулирования инвестиционного климата. Вот. Ну, здесь просто предложений достаточно много. Там это список на 15 страниц. Я здесь просто, может быть, несколько вещей отмечу. Первое – это то, о чем многие говорят, это увеличение порога участков федерального значения. В частности, порог по золоту предлагают увеличить до 250 тонн. Вот об этом говорят и российские компании, и иностранные инвесторы, китайские инвесторы. Это гарантии стабильности прав инвестора, это заведительный порядок лицензирования распространения с П3 на П1 и П2, увеличение количества участков для ГРР. Ну, это ряд мер по снижению административных барьеров, гарантии перед первооткрывателем, единое окно, согласование проектной документации. Я сейчас не буду здесь подробно это зачитывать. Что еще хотел бы сказать? Хотел бы сказать про инициативу, которая сейчас активно обсуждается в такой экспертной среде. Это создатель биржи для юниоров. Вы знаете, сейчас была создана презентация на дальневосточном форуме, презентация площадки «Восход». И мы все надеемся, что на основе вот этой площадки будет создана такая полноценная биржа для юниоров в развитых юрисдикциях в Австралии, в Канаде. Такие биржи работают. И, собственно, вот этот институт биржи для юниоров, он, в общем, играет большую роль. Он стимулирует кило-разведку и развивает в целом как бы рынок капитала. Здесь надо сказать, единственное, что это было мнение многих участников дискуссии на дальневосточном форуме, чтобы вот эта площадка «Восход», которая была создана, и которая пока сейчас в такой зачаточной стадии, для того, чтобы это было заработало, действительно необходимо создание целой инфраструктуры, необходимо, чтобы имитенты давали отчетность, необходимо, чтобы был создан полноценный пул участников этого рынка, инвесторы и так далее. Но это тема для отдельной дискуссии. Думаю, завтра на утренней сессии этот вопрос будет более подробно обсуждаться. Ну и в заключение еще одна интересная инициатива. Вот было много идей, связанных с совершенствованием законодательной базы. Ряд предложений горно-водных компаний достаточно такие смелые. И одна из идей состоит в том, чтобы, учитывая интерес государства к Дальневосточному федеральному округу, было бы интересно сделать Дальневосточный федеральный округ таким пилотным для осуществления вот таких предлагаемых инициатив. В этом смысле можно было бы, что называется, попробовать на Дальневосточном федеральном округе. И если вот эти вот меры стимулирования, там налоговые, инвестиционные, меры, связанные с совершенствами законодательства, если они себя проявят в Дальневосточном федеральном округе, это можно было бы реплицировать и на другие регионы России. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Борис. Спасибо всем докладчикам. Мы уложились, хотя мы начали минут 15 позже. Не знаю, Наталья, у нас будет время на вопросы или лучше на кофе-брейк? Кофе-брейк уже начался. Начался. Но я думаю, что если есть возможность, там один-два вопроса очень с краткими. С аудиторией. Все хотят кофе? Все хотят. Хорошо, спасибо. Сейчас мы ждем вас в зале Глинка на кофе-брейке. И после этого, в соответствии с программой, мы продолжаем сессию номер два в этом зале и бизнес-подиум в зале Пушкин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!